Проводить в последний путь Айдера Меметова на кладбище Абдал собрались родные, друзья и коллеги, вне зависимости от национальности и вероисповедания. После прощания верующие совершили коллективный намаз. Само явление возрождения Востоковедения на полуострове неразрывно связано с именем Айдера Меметова. Именно он стоял у истоков создания первого Востоковедного центра, где озвучивались актуальные на то время вопросы тюркской, арабской и иранской филологии. Его роль в развитии крымстатарского языка знания трудно переоценить. Помимо этого он также принимал очень активное участие в развитии Востоковедной мысли в Крыму, что является традиционным для научного изыскания для нашего региона. С его помощью было защищено 12 кандидатских диссертаций. Благодаря ему значительно возрос научный потенциал Крымского федерального университета. Восточная культура – это огромный пласт, который студенты должны осваивать. Этот огромный опыт позволял ему, студентам, передавать именно быть учителем. Мне кажется, это самое главное. Не столько преподавателем, сколько учителем. Мы с ним не один год вместе работали деканами. Он на факультете Крымско-Татарской и Восточной филологии. Я на химическом факультете. С точки зрения человеческих качеств, человек прекрасный в плане взаимодействия с людьми, в плане порядочности, в плане принципиальности. Ученики Айдера Меметова работают во многих учебных заведениях полуострова. Эльвиде Бекирову судьба привела на радио «Ватан Седас». Ее отличает прекрасное знание крымско-татарского языка и литературы. Так как он являлся деканом факультета крымско-татарской и восточной филологии, он преподавал студентам, рассказывал о тонкостях нашего крымско-татарского языка, с точки зрения морфологии, синтаксиса. Я думаю, что Меметов Айдер Меметович – один из немногих, который внес огромный вклад в развитие крымско-татарского языка. Своими работами, наверное, показывал пример, как нужно работать, как любить свой язык. Айдер Меметов писал отзывы на кандидатские и докторские диссертации. Особое внимание уделял работам, касающимся филологии восточных стран. Очень много, десятки, сотни подготовил учеников своих в рамках Таврического университета. И я думаю, по жизни подготовил очень много хороших людей. Айдер Меметов родился в селе Путиловка Бахчисарайского района 22 марта 1944 года. После депортации из Крыма его семья оказалась сначала в Костромской области, затем в 1957-м переехала в Узбекистан. Семь лет спустя он был зачислен на афганно-персидское отделение Восточного факультета Ташкентского университета. В начале 90-х вернулся на родину. В 1994-м был приглашен на должность декана факультета Востоковедения университета в Симферополе, где по совместительству стал преподавать студентам персидский язык. Для крымско-татарского народа это большая утрата. И в целом, в принципе, для Крыма он сделал очень много для развития науки, в частности, для развития крымско-татарского языка, его сохранения. Это очень большой вклад. Он учил детей. Более чем за 50 лет своей научной деятельности Айдер Меметов подготовил свыше 3000 высококлассных специалистов крымско-татарского, турецкого, персидского и узбекского языков. Он автор двух монографий – семи школьных и четырех учебников для высших учебных заведений. И без сомнения внес огромный вклад в сохранение обогащения крымско-татарского языка. Коллектив телеканала «Меллет» выражает искренние соболезнования родным и близким Айдера Меметова.